Всем привет! Сейчас покажу как приготовить шашлык, сделать его очень вкусный. Мы купили изначально куриное филе. Это филе окорка-цепленка, это самое жирное, то есть филешка, самое вкусное. Это ножки и окорочка. Сейчас их помоем из магазина обязательно, потому что неизвестно где они валялись и как вообще их разделывали. Так, надрываем пакет, потому что его завязали вот... Ну вот не могу потянуть, развязать. Поэтому сначала надрываем пакет. Дальше вот такие вот филушки нужно хорошенечко промыть. Промываем в теплой воде, чтобы руки не мерзли. В холодной воде промыть не нужно абсолютно. Так, берем нашу миску, аккуратненько промыхаем, даже почише немножко. Промыхаем и вложим. Шашлык у нас будет праздничный, он к красному дню календаря. Кстати, все ножки такие разные, ну, не одинаковые абсолютно все разные. И очень, кстати, мало магазинов, где продают именно филе вёдрышек и ножек. Или это просто филе вёдры. Вообще практически таких магазинов не видел. Единственное, короче. Косточка надо убрать. Так, всё, дело в положение. Теперь будем добавлять маринад. Итак, теперь делаем маринад. На полтора килограмма мяса добавляем 250 миллилитров соевого соуса. Открываем соевый соус. Ну, это примерно половина бутылки. Ну, точнее, не 250 миллилитров, а 150 миллилитров. 250 это было бы слишком. Добавили. Теперь добавляем на этот же полтора килограмма 3-4 столовые ложки уксуса. Добавили уксус. Теперь добавляем туда сахар. Ну, это не сахар, это соль, извините. Поссолим всё равно. Раз попалась полтора килограмма. Это не обязательно из-за того, что у нас соус. Так, и добавляем немножко сахара. Теперь нарезаем лук кольцами. Так, и добавляем его в нашу курицу. Куру. Ой, цыгулька падает. Давайте так дальше ложим. Вообще, чем больше лука, на самом деле, для шашлыка, тем лучше. Потому что лук это очень вкусно для шашлыка. Так, всё добавили. Я ещё добавляю туда картошку, но картошка обычно не промачивается. Теперь это всё дело перемешиваем. Ой, как плакать хочется. Ну, луковица Выдавливаем. Ну, и желательно получше так перемешать. Ну, сейчас будем оставлять это всё дело на ночь. И через 4 часа нужно будет перемешать это всё снова. Чтобы оно лучше пропиталось. И за сутки шашлык приготовится. Ну, приблизительно сутки будем его вымачивать. То есть мы особо не торопимся. Давайте добавим ещё немножечко совсем воды. Чтобы всё-таки всё это мясо было под водой. Всё, и оставляем теперь. Спасибо вам за просмотр. Я показал вам рецепт одного из самых вкусных шашлыков. Пока-пока. Пока-пока.